Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я хочу поговорить на тему не очень приятную, но придется все равно озвучить, раз пришел комментарий. Вот Рита Зуймонова, по-моему фамилия, извините, если неправильно назвала, написала, что все эти блогеры на каналах что-то, вероятно, не договаривают. У меня никогда не бывает такой рассады, и из ее комментария как бы, ну как, можно понять, что она вроде как обвиняет, она же под моим видео написала, обвиняет меня в том, что я как будто бы обманываю и чего-то недоговариваю, делаю что-то такое, от чего рассада делается красивое, но другим это не говорю. Ну, во-первых, это полный бред, я рассказываю все, и мне нет смысла скрывать какую-то там процедуру или операцию, потому что мне все равно, если у вас будет рассада такая же здоровая и красивая, мне от этого, ну как, никакого вреда не будет. Пожалуйста, выращивайте здоровую, красивую рассаду, что можно недоговорить, я не знаю. Просто мне очень интересно, что есть люди, которые ждут какого-то вот прям секретной формулы успеха или большого урожая, вот как будто кто-то должен, какой-то блогер или просто там на канале кто-то должен сказать, что вот этот вот секрет, я его сейчас вам расскажу, и у вас все получится. Да, я знаю секрет хорошего урожая и секрет красивой рассады, я могу вам сейчас его сказать, но он не всем нравится, люди ждут другого какого-то секретного такого, секретной информации, а у меня вот секрет моего хорошего урожая такой, я всегда получаю большой урожай, и неплохая погода мне не мешает, ни какие-то там, ну в том году вот град побил, но все равно до града было все хорошо, все цвело, пышело, и секрет моего урожая такой, он очень простой, опытные огородники его давно-давно уже все знают, нужно за сезон, несколько тысяч раз поклониться до земли и полить все свои растения своим потом, и не один раз, а несколько раз. От этого урожай прям растет как на дрожжах, сказочный, все получается, это конечно я говорю все это с долей иронии, но ведь и действительно, кто чаще заходит в огород, кто чаще наклоняется, рыхлит, пропалывает, там удобряет, поливает, конечно у того большой урожай будет неизбежно, потому что этого не может быть, чтобы земля не откликнулась на все эти ваши труды, не отблагодарила вас, такого не бывает, не было никогда, и никаких секретных формул вы не найдете, ни один блогер вам не скажет. Я всегда смеюсь вот над такими названиями, сделайте вот это, положите вот это в лунку, у вас будет богатый урожай, сделайте вот это и вы получите без труда богатый урожай. Если кто-то, например, такие наивные люди покупаются на это и думают, что если они что-то одно положат в лунку, и больше не надо добавлять своего труда какого-то, не надо, как я уже говорила, поклониться сто или тысячу раз в землю, не надо полить своим потом, просто положи это в лунку, и оно само все вырастет. Ну так ведь не бывает. И вот если вы считаете, что вам кто-то недоговаривает, и кто-то знает какой-то секретный там секрет успеха, но вам не говорят, то это просто вы, не знаю, или вы еще, не знаю ваш возраст, или вы в силу своего возраста еще не понимаете, что секретная формула, она у всех на глазах, все нужно просто, ну побольше трудиться, и, как говорится, сколько вложишь, столько и получишь. Лично я, кто смотрит мое видео уже давно, вот с прошлого года, я показываю все, вообще каждый свой шаг, с самого посева, с посева в семян. И вот насколько я знаю, единственное, что я могу сказать вам, что красота рассады, она не всегда зависит от хозяина. Вот это у меня рассада красивая, шикарная, но это характеристики сорта такие. Другая рассада выглядит совсем по-другому, вот уже не такая шикарная, какая-то совсем другая. Если вы увидели, что вот такая пышная рассада, некоторые говорят, ну наложила, наверное, нитрофоски или чего-то, я ничего в нее не ложила. Она так природой загадана, что она должна быть вот такой. Вообще, конечно, и красота рассады, и урожай в первую очередь зависит от грунта, от качества семян и от сорта. У меня семена свои, выбираю сорта только те, которые хорошо растут в нашем регионе, ясно, что они дадут мне урожай. И с грунтом, конечно, я всегда стараюсь каждый год купить или свежую землю, или перегной. И всегда, всегда, на протяжении многих лет постоянно добавляю свежую землю. Свежая земля, свежий грунт, это свежая кровь для растений. Это для них лучше всяких фабричных удобрений, лучше всяких ваших нитрофосок, амофосок. Ничего не нужно будет добавлять, если привезут вам земли с полей, где никто ни разу огородничеством не занимался, где на протяжении многих десятилетий вот этот гумус образуется в природных условиях. Именно так, как нужно, не искусственным путем. И эту землю вы будете добавлять в свой, ну как на свой участок, обновлять вот этот верхний грунт. Всегда будет хороший урожай. Ну, конечно, если вы еще руки приложите. Поэтому писать, что кто-то вам что-то недоговаривает, и что вот у меня такая красивая рассада, но я скрываю, что я делаю. Нет, я ничего не скрываю. Свои хорошие семена, качественный грунт и сорта, которые именно хорошо растут в нашем регионе. Все. Ну, а про секрет успеха я вам уже говорила. Кланяйтесь много-много раз в землю и поливайте все растения своим путом. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Желаю вам и такой красивой рассады, и богатых урожаев. Всего-всего. Субтитры сделал DimaTorzok